Добрый день! Информационная служба Талерадо-компании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Сегодня у Гомеля пройшел семинар, присвященный питанием белорусской идеологии. Пераможцей конкурсу «Миссис Гомель-2016» стала матью пятерых детей. До 7 градусов тепла чекается завтра у регионе. А зараза б гэтым и іншым больше подробязна. Узнагарожывание пераможца областной грамадянско-патриотичной акции «Майой краиня» и обмеркование шляхов формирования имиджу краины. Сегодня у Гомеля пройшел семинар идеологичного актива в области, присвященный питанием идеологии белорусской державы на сучасном этапе. Наши корреспонденты с подробязностями. 22-я Гомельская средняя школа худко отзначит 40-годзе. За гэтый час у ей гисторой было шмат добрых справ. Цепер гэтый спис пополнился еще одним досягненнем. Навучальная установа стала одним спераможцем областной грамадянско-патриотичной акции «Майой краиня». Не вопошню чаргу дякуючей дейности школьного волонтерского отрада. Створенный у студенек этого года, не он поспел принять уделу целым широку разностаенных мероприемств. А до экологичных акций, профилактичной работы с молодью до пропаганды здорового ладу життя, не оказание до помоги со старелым инвалидам. Причем разом с учнями его основу складают и наставники. У меня есть, так сказать, мой актив волонтерский, который, если я скажу, вот такая акция, они действительно помогут, придут, сделают. Почас областного семинара идеологичных работников теме добрых справ особливая увага. Тем больше, что акция «Майой краиня» оказалась саправды массовой и разностайной патематыцы. У Кармянским районе, например, провели «День беларуской кухни», у Калинковицким организовали фестиваль книги, а у Ельским установили памятный знак малонаселенным вёскам. Причем, это не просто мероприемство, а практичная реализация инициатив мясцового насельництва. У дел же хоров региона у грамадским життям одна со складающих поспяхового развития краины. Сюня гэтай темой активно займаются грамадские организации, у тым лику и Белая Русь. У ее родах больше, как 160 тысяч человек – от керовников розного узровню до работников предприемствов. Мы наполняем нашу работу различного рода акциями, действами. Мы занимаем те ниши, которые еще не заняты. Мы не конкуренты, не каким-то другим политическим силам. Мы партнеры. Развитё свои идеологии и пытание формирования имиджа Украины – гэта основная тема, який обмерковали удельники областного семинара идеологичных работников. Пытание, саправдой, актуальное, бо имидж – понятце у тым лику экономичное. Но в селяким разе той же инвестор пройдет только у той Украину, якая мая станучий имидж. У Центры системного анализу и стратегичных доследований у Национальной академии наук гэтым пытанием займаются не первый год. А тому агучиваются основные крытеры, якие можно покласть у основы имиджа беларусской державы. У нас действительно есть свои инновационные точки роста. Я просто приведу один пример – это парк высоких технологий. То, что мы сегодня занимаем одно из ведущих в мире мест по IT-технологиям. Поэтому я думаю, что вот смесь истории, смесь новых новаций, смесь сегодня, так сказать, менталитета беларусского рода, как трудоспособного, мне кажется, вот этот микс, если мы грамотно сформулируем место на глобальной карте мира, Республика Беларусь однозначно может себя найти и позиционировать именно как самодостаточное государство, а не часть какой-то системы. Олег Синтюров, Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Интрига месяца нареште раскрыта. Финал конкурса «Миссис Гомель» собрал на одной сцене 15 клопотливых мать и женок. Я не отклали хатные справы, как выйти на сцену и покорить свою прихожостью глядачу и журы. Как проходило яскравое и ведовишное споборництво, ведая Ганна Каральчук. Боям на шпильках усе узросты покорливые. Для чемпионата по прихожосте сяродзамужних дам дата на роджение значения немае. Зрешты, як и профессия. Головная умова на явность детей, а их у зале было шмат. Малые у прихожих костюмчиках разом с татами и бабулями так само чекали своего выхода на сцену, как подтримать своих мам. Вот это Маша, вот это Саша. Немножко волнуемся, когда времени мало остается, надо все успеть переодеть, детей одеть, обуть. Ну, в принципе, нормально все. Чувствуем себя уверенно. Волнуюсь, конечно, переживаю. Хочется победы. Смотрели ребенка, Ярославушку, всеми силами. И свекровь, и я, все. Муж особенно уделял внимание. Все готовились. На протягу месяца супермамы приводзели себе у боевую готовность. Дефилей, хореография, фотосессия, издымки видеоклипа. Все это старанно рыхтовалося, как зладить малевничное шоу и сдевить глядача. Кожная удельница имкнулася переодолить страх и по максимуму показать свои сдольности. Статус замужней леди вымышает поведать больше серьезным критериям. Очень волнительно. За все переживаем, чтобы не подвести руководителей, чтобы все было красиво, чтобы нигде не споткнуться. На каблуках, конечно, ходить тяжело, когда он 13 сантиметров. Это очень тяжело, особенно, когда платья длинные, когда есть ступеньки по подиуму. Танцевальный номер от удельниц. Дефиле у костюмах на визитовку и опошний выход у вечерних сукенках. Для дачи так само убачили выник долгой праце организаторов. Музычный видеоклип за делом финалисток. А так само веселые интервью с их детьми. Шоу протяглостью 2,5 годины дополняли выступления артыстов и показ модели у одзения от белорусских вытворцев. У конца вечера станут вядомые имены переможца в номинациях «Миссис Фитнес», «Миссис Усмешка» и «Миссис Глядацких Симпаты». Однако каждая удельница мает отримать головный титул и надеть корону «Миссис Гомель-2016». У журы конкурсу – керовники предприемства спонсоров, представники сферы культуры, столичные дизайнеры и стилисты. А так само «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перагутова. Строгая ответственность к классичным модельным параметрам для удельниц конкурса «Миссис Гомель» пока шаг не самый важный. Як подкресливые журы – головное быть активной, метанакерованной и упэнненной у собе. Так как я уже не первый год на таких мероприятиях, и поэтому, конечно, для меня это харизматичность, театральность, душевность и улыбчивость. Потому что бывает, есть такая пословица, есть активные и спассивные люди по жизни. Вот те, которые на сцене будут очень активными и будут максимально проявлять себя во всех номинациях, во всех заданиях, конечно, на ту и положим глаз. Если человек будет бояться сцены, конечно, это, в первую очередь, должно быть раскрытость изнутри, чтобы она почувствовала себя актрисой и добивалась победы, как могла. Самым яскравым экранальным моментом конкурса «Миссис Гомель» стал выход финалисток у супроводжения их детей. Доречко, на сцене они тримались, не меньше упэненных за своих пригожих мам. Шмадзетная мать Алина Малыш вышла у супроводжения у всех своих пятерых детей с трехмесячной дочкой Милой на руках. Журин не выстояла. Однодушно приняла решение, кому отдать титул «Миссис Гомель» и головный приз – 5000 белорусских рублев. Переполняют радость. Это сказка, просто я не верила. У меня дочка победила, я хотела не упасть лицом в грязь, и, наконец-то, моя принцесса, я рядом с ней. Я детям в санатории живиться, куплю новогодние подарки и приеду поздравить их с Новым годом. У особных номинациях отзначены и инши удельницы. «Миссис Фитнес» стала Ганна Доугая. Прис глядацких симпатий достался Валерой Филимоновой. Титулы «Миссис Усмешка», «Миссис Симпатия Прессы» и другая «Вице-Миссис» отрымала Виктория Грабчанкова. Первая «Вице-Миссис» стала наша коллега, супрацовница службы информации и мати двухгадового Федора, Яугеня Савина, Ганна Кральчук, Яуген Макеенко, телерадоакампания «Гомель». До 7 градусов цепла чекается завтра у Гомельской области. По информации областного гидрометцентра, у ночи и у день прогнозуются дожджи. Пары вы ветру могут досягать 14 метров за секунду. У ночной неделю похолодает. На протягу суток будет от минус 2 до плюс 3. На большей части территории пройдутся падки, мокрый снег и дождь на дорогах гололедится. У понеделок температура поветра знизится до минус 6 градусов. И об спорте. Гомельчанка Катярына Юшкевич вернулась сребранной узнагорода из першинства света по Акео Кушенкаратэдо. В международном спортивном форме у Болгары приняли удел свыше 600 каратистов с большим 30 краин. Выхованка Гомельского центра у сходних одиноборств удайшла до финала у ваговой категоры до 60 килограммов срод спортсменов в возрасте 14-15 годов. У поединку за золото Катярына соступила представницей России. Ты понимаешь, что на тебя смотрит вся страна, все знакомые твои, просто все смотрят трансляции. Одно-то там и получается все на тебя смотрят. Так немножко волнительно. Но не удалось, потому что я была, видимо, немножко слабее где-то, где-то морально не собралась. На першинстве света нашу краину представляли 12 спортсменов. Пять их с Гомеля. По выниках с поборництва у Скарбонцы беларусов две узнагороды. А кроме Катярыны Юшкевич, на пьедыстал поднялась Минчанка Ганна Дядко. У ее так сама Сребра. Гэтая, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tevergomel.by. И на гэтым выпуск завершенный у студы. Працавала Наталья Игнатенко. Усяхо вам самого доброго и до новых встреч в эфире.